Здравствуйте, дорогие друзья! Тяжелейшая тема, и тем не менее, нужно ее затронуть, потому что спрашивают, и меня тоже в том числе, за кого нам молиться, христианам? За Израиль или за Палестину, если брать этот конфликт? И, конечно же, эта позиция касается и всех других конфликтов, которые сейчас происходят в войн и противостояний. В данном случае мы говорим о ситуации на Ближнем Востоке. Оставить пока все другое. Вот сейчас новорожденный, бесконечно появляющийся на свет, кровавый, жуткий плод многолетней деятельности граждан и неграждан этой земли. Так за кого молиться? Христианам. Друзья мои, я всегда это повторяла. И даже писала под некоторыми видео, которые ангажированы в одну сторону или поддерживают другую сторону. Хочется сказать одно, друзья, почему мы не молимся за то, чтобы восторжествовала истина Божья, чтобы восторжествовала Его воля, Творца, потому что у каждого человека, общества, страны есть своя правда и есть своя кривда, есть своя ложь, как в тех словах змея в Эдеме. Мы в этом видео говорим о молитве, поэтому более о нашей духовной части работы, то, что мы можем сделать, мы можем просить о том, чтобы восторжествовала истина Божья. И территориях, и политических, и географических притязаний, пользуясь этим, слабостью положения многих народов и государств на этой земле, силой потерявшей облик человека, я не буду сейчас указывать пальцем, так все могут догадаться, пользуются всеми возможными рычагами, чтобы пробить собственные интересы. А эти интересы замешаны на крови, на быстрых деньгах, на желании влияния во всем мире. И не просто так они держатся Господом Богом, для того, чтобы мы сами, все мы видели, кто бы есть. Потому что именно в таких ситуациях открывается каждый человек, его нутро, что в человеке. На самом деле проблема настолько древняя, она возникла во времена Авраама, когда он покупал землю под раку для Сары, под ее захоронение. В этой древней части Хеврона есть склеп. Там похоронены праотцы библейские Авраам, Исаак и Иаков, а также жены Сары, Ревека и Лия. Называется она двойной пещерой или пещерой Ивраима. Но давайте не будем углубляться в эту тему. Она огромна, огромна, сложна, но проблемы возникли. Именно тогда. И не решаются они только человеческим измышлением. Они решаются рукой Божьей. Для того мы должны молиться, для того мы должны просить Господа, не только крики ненависти и страданий, чтобы доходили до Него, но и наша искренняя милосердная молитва, обращенная к воле Бога, а не к человеческой воле. Никогда не решаются конфликты таким образом. Они могут затаиться, они могут стать, как подводный вулкан, накапливая свою силу. Но чтобы они действительно могли позволить человеку жить безбедно на этой земле, во всяком случае достойно человека, это может сделать только Господь Бог. Он решит это противостояние. Если мы будем просить о Его истине, а не настаивать на своих. Намереваясь следовать Его истине, стараться сделать и человеческие посылы, то есть восстановить то, что должно было быть восстановлено, должно же быть два государства на этой территории. А как они будут соприлегать и общаться друг с другом, это длительный процесс, но он должен быть мирным. Иначе никогда не распутать будет этого клубка. Но, к сожалению, есть силы влиятельные, которые проводят и лоббируют собственные интересы, пользуясь слабостью каких-то ситуаций конфликтных. И это касается любых столкновений человеческих. Это касается любых конфликтов, начиная от конфликтов внутри самого человека в его сердце и заканчивая конфликтами между народами. То же самое и в данном случае, вот в этой жуткой, совершенно неожиданной войне. Неожиданной, конечно, неожиданной, потому что мы не ожидаем того, что будет в последствиях нашей деятельности. То есть последствия нашей деятельности на Земле нам всегда неожиданны. Это как сидим на каком-то суке, пилим его, и если этот сук ломается, для нас это крайне неожиданно. Вот что такое неожиданная война. Так в этой войне есть очень много подводных течений, очень много вопросов, очень много неясностей. Но самое главное в ней то, что в самом начале вот этого зародыша была положена чудовищная ложь и обман. Можно сказать о том, что Палестина переводится с ивритой как прибрежная, то есть побережье моря. И так стали буквально в насмешку называть всю территорию, где был разрушенный титом Израиль и храм в 70-х годах. Вот эту всю территорию, как будто Израиля никогда не существовало. Стали называть Палестины прибрежными территориями. Это очень, очень кратко, не все просто так, как некоторым кажется. Друзья мои, история между Палестиной и Израилем настолько древняя и настолько сложная. Даже сейчас не будем затрагивать организацию ООН, которая пыталась в 1947 году внедрить некий план по разделению Палестин. Урегулировать не удалось. В 1947-1948 годах эту ситуацию очень лоскутно поделили территорию, и арабам это не нравилось. И когда англичане, под юридикцией которых была вот эта палестинская земля, покинули территорию, Израиль превозгласил независимость как государство. И после этого сразу началась война между Израилем и соседними арабскими государствами. И не утихает до сих пор. И после войны Израиль присоединился к колоссальному количеству территорий, которые исторически населяли арабы. Кстати, арабы спокойно находились в Израиле, в Иерусалиме. Они там работали, они там жили, что и сейчас продолжается. Но правда, теперь в этих нынешних событиях делается невозможным практически такое сожительство. В ходе войны 700 тысяч арабов бежали с территории Израиля. И расселились на средние территории, где им не было предоставлено гражданство. И вот западное крыло и сектор Газа превратились в какой-то такой мист между арабами и мусульманами. Там жили и евреи, и живут по идеологическим мотивам. Евреи выкупали территорию у арабов за небольшие деньги. Была еще в 1973 году тяжелейшая кровопролитная война между арабами и Израилем. Потом был заключен мир. И когда в 1993 году были договора в Осло заключены, согласно которым западное крыло было разделено на три типа зон. Зоны под контролем Израиля, зоны под контролем палестинской автономии, зоны совместного регулирования. Это совершенно не устраивало арабов до такой степени, что после заключения и дачи Мнобелевской премии, из-за этого, сам участвующих в этом договоре, был убит из автомата Рабин, инициатор этого договора. И такой винегрет устроили в западном крыле, что смотреть на это невозможно. Я тут некоторые карты предоставляю. Какие-то вкрапления Палестины зеленым, остальное Израиль красным. Ну кто так может жить? Это на государство не похоже. Затем начались целые годы терроризма на территории Израиля. И настолько было страшно жить, говорят израильтяне, что невозможно было пользоваться общественным транспортом. Но люди, которые проживали в секторе Газахи, было более двух миллионов человек, оставались без статуса государственности. Где-то принимали медицинскую помощь, когда это израиль, когда еще откуда. Просто без гражданства. Могло ли это быть без последствий? Конечно нет. И опять-таки 500 тысяч евреев проживают на западном берегу и поныне. Они не хотят покидать эти места по идеологическим причинам, как мы сказали. Такая взрывоопасная ситуация периодически выплывала в войны, кровопролития, теракты, месть. Израиль называет это военной операцией палестинцев и сионистской агрессией нападения Израиля. Друзья, в этой истории нет правых и виноватых. Здесь только люди, которые страдают от происходящего. Особенно простые люди. Здесь нет простого решения. Но государство должно быть два равноправных, как и было задумано. Это должна быть Палестина, это должен быть Израиль. И вот если бы не было искусственного сдерживания со стороны заинтересованных лиц и развития вот этой ситуации по худшему сценарию, опять-таки террористических групп, которые находятся буквально отморозков на территории Палестины, для того, чтобы их использовать, их специально вооружается, специально содержится, чтобы потом впрыскивать и говорить, посмотрите, как эти люди недостойны своего государства. Посмотрите эти акты тяжелейшей, жутчайшей агрессии и насилия. И сейчас вот в этот момент тяжелого обострения, войны. Посмотрите, что творится. Какие-то группы проникают в Израиль, в Кибуцы. Бывают детей и показывают. Посмотрите на палестинцев. Разве могут они иметь свое государство? Друзья, надо еще разобраться, кто снабжает и кто поддерживает эти группы головорезов. Это тоже вопрос, хотя мы знаем ответ. Излюбленная тактика. В любой момент противостояния, каких-то недовольств, общественной, человеческой акции, возмущения вливаются группы головорезов или снайперы, кто угодно, и начинают дестабилизировать ситуацию, чтобы сказать, посмотрите на этих протестующих, на этих несогласных, на этих возражающих, даже начинающие акты какой-то войны ради интересов потерянных. Туда вмешиваются эти группы и дискредитируют любые действия. Мы это уже видели и в 2014 году. Мы видели это сейчас, когда протестовали в Америке против фальсифицированных выборов демократов, когда группе протестующих подмешаны были головорезы и убили некоторых людей. И все это бегло обвинением на протестующих. Хотя вот данные группы, которые влились в это общество, не имели к ним никакого отношения. Это очень древний способ дискредитировать любое начало, военное, но или мирное. Мы помним сейчас по конфликту России и Украины, хотя нельзя назвать это конфликтом России и Украины, конечно, но это мы так, парэнтези, скажем в кавычках, как быстро там были подмешаны некоторые силы, даже менялись одежды, одевался камуфляж другой армии, чтобы дискредитировать, делая какие-то жуткие, жестокие действия местным населением, и потом сваливая вину на тех, на кого было задумано свалить эту вину. Все самое мы видели в Казахстане, в недавних событиях, в Белоруссии, в недавних событиях, вся та же самая схема. Разбираться уже никто не будет, потому что в таких условиях не до того. Это высший цинизм, власть держащих мира сего. И все это происходит, друзья, из-за того, что сердце человека не направлено к Богу. Нет одной правды, одного начала Всевышнего, и у каждого свои интересы. И как часто они демонстрируют начало человеческое, которое больше похоже на конец человеческой жизни, существования этой земли. То есть самые его низменные качества. И знаем, зачем они там содержатся и наращиваются. В данном случае именно для того, чтобы палестинцев, арабов, мирных жителей, которые хотят жить в мире, унизить для того, чтобы сделать из них людей-изгоев, которые недостойны собственного государства. Этого очень страдают простые израилетяне, постоянно живя перед страхом, под страхом терактов и убийства своих близких и родных. Здесь надо учитывать, что у каждого народа свои особенности, свой уровень восприятия, свой уровень культуры. И действуют они, исходя именно из этого. Своего представления и мировоззрения. Это тоже надо учитывать. Все люди разные, и никто ни больше, ни меньше. Ни лучше, ни хуже. Они разные. Просто разные. Но есть люди и отдельные лобби, кому это на руку. Так что если бы они не вмешивались, то давно бы эти стороны нашли бы свое мирное урегулирование. Это был бы баланс, несмотря на разницу в культуре и мировоззрении. Был бы баланс. Но что еще можно сделать вывод нам, как христианам, из этого, что происходит? Друзья мои, Бог показывает нам, кто мы есть на самом деле. Каково наше сердце. Именно из сердца человеческих складывается общество. И ситуация такова, каковы именно наши души, наши сердца. Все это выплескивается наружу, друзья. Поэтому молиться мы должны о человеке, о том, чтобы восторжествовала истина Бога. Господи, помилуй нас. Не смотри на наши грехи, посмотри на наши скорби, на наши потрясения. Не дай страшных, страшных скорбей и потрясений. Да будет Твоя воля. Мы хотим следовать ей. Да будет Твоя истина на земле, а не человеческая. Ибо человеческая истина всегда есть ложь. И у каждого она своя. И тогда начинается война истин. И нет ей конца. И нет в ней победителей. Господи, помилуй нас ради Твоего имени. Дай нам увидеть, кто мы есть. Дай почувствовать сочувствие и милосердие к другому человеку. Только так мы сможем выжить на этой земле. Только такая молитва может быть. Потому что каждый человек имеет свою правду. Но правда истина одна. Она Божия. Да будет Его воля. Да будет Твоя истина. Да помилуют у нас ради Его имени, а не ради наших каких-то местечковых интересов. Для чего возмущаются народы, и люди замышляют пустое. Остают земные цари, и правители собираются вместе против Всевышнего, против Его помазанника. И говорят, типа, «Расторгнем узы их и свернем с себя оковы их». А живущий на небесах посмеется. Господь поругается им и скажет им в гневе своем и ярости своей и приведет их в смятение. «Служи Богу со страхом и радуйся с трепетом. Воспользуйся наставлением Его, чтобы не был разорен в пути своем и не разгневался Господь, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него». Всем ближайшего мира, ближайшего озарения и, конечно, живой чистой молитвы. Да услышит нас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok